Всем привет, на связи Мабу и казалось уже про все просто снято, много у меня видеороликов про то, как начать Android разработку изучать, про то, как вообще зайти в эту сферу и хотелось бы сегодня поговорить о том, а с чего же все-таки начинается написание мобильного приложения если мы рассматриваем разработку мобильного приложения для последующего заработка на нем то есть с чего начинается сам стартап, да, очень много маркетологи могут здесь исходить из того, что нужно оценивать идею, к этому подходить но давайте говорить на чистоту, когда вы работаете на себе, хотите создать какое-то мобильное приложение тем более обычно меня смотрят начинающие, только те, кто хотят зайти и понять, как здесь зарабатывать и поэтому, скорее всего, вы ничего не будете оценивать, вы захотите побыстрее что-нибудь написать и в сегодняшнем видео я расскажу о том, с чего же начать Android разработку, то есть разработку своего Android приложения и в частности мы также еще поговорим о том, где же взять идеи для дизайна потому что, если вы будете делать, брать все из головы, то, конечно же, по внешнему виду будет у вас все плачево и так, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения под систему Android тем самым будь уверенным в завтрашнем дне если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать либо в компании, либо работая на себя, в офисе или удаленно если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения тем самым влияя на жизни огромного количества людей и зарабатывая на своих стартапах тогда я вас приглашаю на программу обучения на Android разработчика я вас обучу на профессию Android разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно на курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое то материал курса обновляется также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки если у вас возникла проблема при обучении ссылка на программу и условия обучения а также на контакты для связи со мной есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии до встречи на обучении итак, вот вы захотите создать мобильное приложение давайте смотреть, допустим, мобильное приложение связанное с фильмами то есть, ну это какие-то фильмы, какие-то мультфильмы возможно какие-то новости в целом это киноиндустрия и с чего же вам начать? во-первых, вам нужно продумать что же будет вообще в принципе на вашем мобильном приложении какие экраны и что там будет не точно а вот в принципе понять ну давайте поймем во-первых, у вас главный экран там будет что-то кратко все выложено внизу, скорее всего, будет навигационная панель по разделам там будет раздел каталог на этом разделе мы скорее всего будем искать каталог с фильмами то есть дадим пользователю искать каталог с фильмами то есть там список фильмов и возможность выбора по жанрам какая-то фильтрация при нажатии на определенный жанр человек должен получать список этих фильмов дальше фильтровать их по определенным позициям и после чего при нажатии на определенный фильм мы должны открывать карточку с фильмов где можно все посмотреть это все дело также у нас будет возможность добавлять фильмы в свой список да, то есть типа список избранного что-то вроде списка избранного и соответственно нам нужен экран избранный нам нужен экран личного аккаунта в котором будут отображаться просмотренные фильмы или просмотренные скажем так странички что-то будет скажем так из этой сферы и поэтому давайте мы с вами сейчас поговорим о том с чего же все-таки мы должны начать то есть мы определились с вами какие у нас экраны будут это хорошо но с чего нам начать нам нужно с чего-то начать если вы начинающий вы естественно вообще по структуре правильно начинать создание базы данных и работа с данными но того, у кого нет опыта работы скажем так с базами данных с этой стороны будет очень сложно зайти и вы быстро уйдете отсюда для того, чтобы вы начали постепенно погружаться в андроид-разработку вам нужно создать визуальный интерфейс то есть внешний вид с какими-то фиктивными данными и тут возникает всегда вопрос какой внешний вид сделать и вы думаете что-то, придумываете и вот на моем недавнем примере мы вот буквально запускали разработку сейчас разрабатываем веб-приложение по путешествиям да, не мобильное приложение а веб-приложение по путешествиям и я вам хочу сказать три месяца мы ломали голову над дизайном сначала одно, то другое и это очень такая проблематичная вещь хотя, казалось бы, она эта вещь простая в решении но ничего подобного с данными все понятно все же построено за нас есть определенные стандарты по работе с базами данных есть определенные стандарты по архитектуре и все делаешь по стандартам в дизайне и во фронтен части того же мобильного приложения это все не так и где уже брать идеи для дизайна как же понимать понимаете когда вы начнете смотреть какие-то готовые идеи вы уже, возможно, поймете что здесь лучше вот этот функционал подключить а там убрать тот функционал подключить третий функционал и очень важно использовать успешный опыт похожих приложений но бывают сферы, где много идей вы не найдете и там нужно искать смежных идеях в смежных сферах и так существует несколько сайтов где вы можете брать хорошие, интересные макеты лично я пользуюсь сайтом Пинтерест да, все ссылочки будут в описании под видео сайт Пинтерест я им пользуюсь всегда раньше был еще Инстаграм но там немного макетов было можно сайт для дизайнеров Behance возможно в Дискорде что-то будет ну вот, собственно, я обычно Пинтерест и так, мы с вами сказали, что нам нужно мобильное приложение в сфере кино мы пишем в поиске Mobile App Movis фильмы и вам уже показывают примерно что люди пишут что ищут Movis Mobile App Design и вот кучу различных вариантов ну давайте мы сейчас да, кстати, тут есть сеты как прям сеты то есть все экраны в одном снимке а также есть конкретные экранчики вот, например, экранчик вот вы смотрите, что вам нравится да, тут, кстати, на Dribbble есть ссылочка тоже один сайт который вы можете пользоваться но, в принципе, открываем вот экранчик плохо видно, конечно, в этом минус можно на увеличение да, не особо помогло и тут, кстати, еще рекомендуемые варианты будут вам попадаться ну, как вариант допустим, вам понравился этот вариант да, смотрите, тут интересен Bolton Navigations прилепленный тут какой-то мы видим Recycler View а вот это прям карточка с фильмом да, то есть мы получаем здесь наверху изображение какое-то здесь заголовок фильма рейтинг, описание да, актеры актеры, конечно же мы понимаем, что это Recycler View с аватаркой актера да, все кликабельно допустим, вам понравилась эта картинка что делать? три точки скачать изображение все, она у вас здесь назад идете и смотрите дальше что вам нравится она будет снимать здесь список с фильмами вот также сохраняете если нравится так сейчас бы найти что-нибудь поинтереснее бы вам показать ну, вот побольше то есть вот больше, да более интересный вариант дизайна как вы можете взять тоже посмотреть да, ну допустим вам прям нужна ну, или, например нам нужно сделать допустим не приложение с фильмом а, например приложение у нас заказ для барбершопа того же и вот тут прям с этой полностью мобильное приложение видите как бы выложено полностью мобильное приложение вы также можете это все скачивать и смотреть то есть искать успешные дизайны успешные идеи дизайна поверьте вы так будете лазить лазить у вас легко может и 40 и 50 макетов потом вы должны будете когда найдете все вот эти макеты затем вам нужно будет все это поделить по экрану да вот карточки каких-то либо фильмов либо карточки услуг в одну бабочку сложили каталог другую и когда вы уже будете приступать к разработке визуальной части у вас будет идея и вы выберете успешные идеи и будете из разных дизайнов комбинировать свой уникальный дизайн то есть в чем суть построения визуального интерфейса не придумывать какую-то новую священную корову или какой-то новый велосипед вам нужно взять успешный опыт проанализировать этот успешный опыт и на его основе создать свой классный дизайн для своего мобильного приложения но это хорошо мы выбрали макет и все это очень даже и хорошо а где нам брать классные шрифты тут есть несколько вариантов вы можете пойти на сайт google скажем так fonts здесь выбрать какой-нибудь шрифт который вы хотите допустим этот использовать в своем мобильном приложении и можете скачать либо более интересный вариант вы можете пойти в тот же яндекс и здесь можете найти какой-нибудь скачать дизайнерский шрифт какой-то допишем скачать диз зай нер ски шрифт вот fonts онлайн по-моему вот этот сайт дизайнер ну вот в принципе и вот смотрите какие варианты вам нравится шрифта ну допустим вот этот шрифт вам нравится скач скачиваете этот шрифт я не робот скачиваем распаковываем архив и вот он шрифт и потом его закидываете в мобильное приложение видео о том как подключать классные уникальные шрифты есть также у меня на канале поищите найдете в плейлисте мастер-классы там где-то это было дело либо в уроках по основам android в открытом доступе все это у меня есть на канале то есть в принципе на канале я уже осветил все что можно просто про андроид-разработку с долей поперек все раскрыто просто бери и делай да есть уникальный какой-то какой-то контент который он не раскрыт но он есть у меня в курсе андроид-разработчик обучение андроид-разработки да туда заходите там сейчас стоимость символичная полторы тысячи без консультации три тысячи с консультациями заходите и изучайте то есть на канале есть абсолютно уже все видео только что нужно для андроид-разработки чтобы зайти итак давайте подведем некий итог с чего начинается разработка андроид-приложения если вы новичок то есть если вы у вас нет большого опыта вы не какой-то там бэкэндер то есть не хардкорщик никакой начинается всегда с планирования и с выбором вариантов дизайна планирования вы берете просто и примерно должны раскидать аналистики примерное понимание что где должно у вас быть то есть на каком экране что примерно без детали просто что должно быть а затем вам нужно найти успешный вариант дизайна успешный вариант дизайна лучше искать в пинтерест на сайте пинтерест я вам сегодня показал как это делается да вы там же можете подписаться вам вообще по вашему вкусу будут приходить уведомления с новыми вариантами дизайна выбираете скачиваете комбинируете из лучшего опыта свой опыт ну допустим да кстати по поводу дизайна считается что лучше лучший опыт это у топ компаний берете идемте пишем apple ну тут наверное не будет этого на самом деле можно на сайт apple зайти посмотреть смотрите ну суть apple дизайн какой у них черный вообще черный цвет и чуть светлые черные карточки обычные белые названия ну то есть все очень такое минималистичное и где-то фиолетовые оттенки где-то цветные оттенки то есть посмотреть какой в принципе подход идет у apple также посмотрите подход который идет у google и у samsung берем топ ну и sony берем топ компании и смотрим какой они дизайн используют в принципе вы увидите что нейтральный дизайн без излишества без всего все очень просто так чтобы не резало глаз и так и делаем обычно в этих всех макетах топовых есть уже предусмотрен UX то есть удобное распоряжение то есть удобное расположение элементов мобильного приложения так что было удобно ими пользоваться это UI это внешний вид а UX удобность расположения как правило на вот этих всех макетах которые мы берем пример UX идеальны поэтому тут мы убиваем сразу двух зайцев выбираем и классный красивый дизайн и удобное расположение элементов ну вот с этого кстати начинается Android разработка у меня на сегодня все всем до встречи на следующей неделе всем пока